Всем привет! Совсем недавно перспективная компания Vivo провела большое мероприятие в Китае, во время которого был представлен новый флагманский смартфон бизнес-класса под названием Vivo X Note. На этом компания решила не останавливаться и в скором времени мы получим долгожданный флагман под названием Vivo X80. Есть такой очень известный китайский инсайдер под ником Digital Chat. Кто его не знает, он первым точно сообщил характеристики и даты выхода недавно представленных смартфонов Redmi K50 и Xiaomi 12. Также он регулярно публикует информацию, полученную от собственных информаторов в отделах исследований и разработок различных компаний. Следовательно, этому дядьке можно доверять, ну скажем прямо, на все сто. Так вот, он опубликовал качественные рендеры смартфона Vivo X80, демонстрирующие дизайн передней и задней панели. А также уже сейчас известны практически все технические характеристики данного смартфона и они, честно говоря, удивляют. Итак, основные фишки Vivo X80 это AMOLED дисплей на 6,78 дюйма, мощный процессор Dimensity 9000, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ своей флеш-памяти, 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX886, а также батарея емкостью 4500 мАч и многое другое. А теперь поподробнее с вами канал Первый Обзор, поехали! Минуточку, внимание! Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно и там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Первое, что хочется отметить, смартфон Vivo X80 оснащен прямоугольным модулем камер на задней панели с круглым островком, в котором размещена система с тремя сенсорами. Камера настроена совместно с компанией CES. А это, напоминаю, немецкая компания, специализирующаяся в области оптики. Основана как мастерская по производству точной оптики немецким изобретателем Карлом Цейсом. Компания имеет высокую репутацию на рынке оптики. Телефон получит изогнутый по бокам дисплей с узкой рамкой и отверстием для селфи-камеры. Минусы экрана водопада. Это то, что смартфон становится скользким, проблематично наклеить защитное стекло и пленку. Не все приложения оптимизированы для изогнутых дисплеев. Дисплей искажает картинку, ну и многое другое. Телефон будет доступен в оранжевом, черном и голубом цветах. Устройство дебютирует совсем скоро. В Китае мы получим 25 апреля. Вместе с топовыми моделями Vivo X80 Pro и X80 Pro+. То есть ждать осталось совсем немного. Стандартный Vivo X80 будет оснащен AMOLED дисплеем Full HD+, частоту обновления 120 Гц. И плотностью 400 пикселей на дюйм. На 6,78 дюйма. Для многих людей технология AMOLED это большой минус. Но стоит отметить, что есть множество плюсов. Основное это насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими. В отличии от IPS. Устройство будет построено на базе однокристальной системы Domensity 9000. А это, напоминаю, восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 18 ноября 2021 года. И изготавливается по 4-х нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Cortex-X2 на 3.0, три ядра Cortex-A710 на 2.8 и четыре ядра Cortex-A510 на 1.8 ГГц. Domensity 9000 обеспечивает большую производительность. Особенно это заметно в многопоточном тесте. При этом потребление энергии у этой платформы меньше, чем у других конкурентов. Оперативной памяти будет целых 12 ГБ и 512 флеш-памяти UFS 3.1. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND. Нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о троттлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. То есть это достаточно неплохое решение в 2022 году. Ожидается, что устройство будет оснащено батареей емкостью 4500 мАч. С поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. и будет работать под управлением операционной системы Android 12. Обращаю внимание, новый интерфейс уникален с точки зрения функции прозрачности и конфиденциальности. При включении функции конфиденциальности вы можете легко проверить, когда и где использовались ваша камера и микрофон. Вы также можете настроить свое устройство, используя палитру цветов, в которую входят ваши любимые цвета. Телефон должен быть оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком от компании Sony, а именно IMX886 с оптической стабилизацией изображения. Мы также можем ожидать, что телефон будет оснащен специально разработанным Vivo-процессором сигналов изображения V1, который может улучшить цвета и детализацию. Также смартфон оснащен двумя датчиками по 12 мегапикселей и двукратным оптическим зумом. Фронтальная камера должна быть 32 мегапикселя. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Vivo с каждым годом выпускает все лучше и лучше свои смартфоны. Недавно они выпустили серию Note, а теперь, как мы видим, совсем-совсем скоро мы получим топовый флагман на 2022 год. И это очень хорошо, потому что есть конкуренция. Очень мало брендов, которые могут предложить вам очень крутые смартфоны, тем более сейчас, в наше непросто время. Vivo X80 это очень хороший смартфон. Также недавно мы увидели X Note. Вернемся к Vivo X80. Самое главное, на мой взгляд, что данный гаджет получит процессор от компании MediaTek, а именно Dementity 9000. Почему не дракон? Потому что Dementity 9000 это очень и очень энергоэффективный процессор и очень и очень мощный. То есть, как вы знаете, например, в Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888 нагревал ваш смартфон действительно очень и очень хорошо. Кто бы мне что ни писал, я как-то сделал обзор на Samsung Galaxy S21 Fan Edition, где дракон 888 и сказал, что он все-таки нагревается и появляется троттлинг. Мне сказали, нет, нет, там нету никакого нагрелого. Так вот, он есть, нагрев есть, он ощущается. Вот такие дела. Ждем смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставь лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok